В праздничную атмосферу погружается город Мосты. Практически все готово для областных дожинок. Завтра главный праздник наших хлеборобов. Гродничина встретит с рекордными результатами. А в итогах аграрного года региона и чем будут удивлять аграриев и гостей праздника репортаж Капитолины Зинкевич. Небольшой районный центр Беларуси на Гродничине. Мосты в приятных лопотах и заботах. Последние штрихи и уже в субботу 2 ноября здесь развернутся масштабные гуляния. В области подведут итоги аграрного года. Он выдался непростым, тем не менее хлеборобы региона внесли достойный вклад в общереспубликанский каравай, положив за корма 2 миллиона тонн зерна нового урожая. Этот праздник Гродненской области встречает с рекордными результатами. Это рекордная урожайность по зерновым, по сахарной свекле, рекордный валовый сбор. Поэтому нам есть чем гордиться. Нам есть за что сказать огромные слова благодарности нашим работникам агропромышленного комплекса. Главное не становиться на достигнутом. Главное отпраздновать, сказать слова благодарности, наградить лучших. После этого наметить планы на будущее. И сразу же с понедельника работы еще очень много, поскольку урожай следующего года закладывается именно сейчас. Мостовские аграрии в этом году не подвели. Наш вклад в областной каравай составляет 107 тысяч тонн зерна с урожайностью 61,4 центнера с гектара. В этом году также порадовал нас и РАФС, которого мы намолотили 19 тысяч тонн. Главному празднику тружеников села в мостах готовились задолго до. Город заметно преобразился, благоустройство коснулось каждого уголка. Районный центр культуры и больницу отреставрировали. На домах появились новые муралы, обновилось дорожное покрытие. Зелени в скверах и парках стало больше, появились новые детские и спортивные площадки. Очень хороший порядок. У нас так чистый город, в принципе. Но просто-напросто, что изменилось, и дороги сделали это в первую очередь. Как бы с детьми, с колясками, хорошо ходить. Обновлено все. Смотрю, люди работают, готовятся. Интересно. Посмотрим, что будет. Центральную улицу, все дома обновили. Намного красивее город стал. Город к дожинкам очень изменился. Он стал очень красивым, светлым. У нас появились новые скейт-площадки, ремонтировали площадки разные. Очень красиво расписали желтый дом. На нем расписали девушку с дочкой. И на заднем фоне был мост. Как раз-таки стали строить новый мост. Красивый стал город. Чистый. Посмотрите, сколько цветов. Какая чистота. Какие дома у нас. Все выкрасили, все выбелили. Дожанки – это не только прахли басольно, но и обязательно зрелищно. На протяжении дня город превратится в единую большую праздничную площадку, главной темой которой станет хлеб. Мы должны помнить о том, чем мы обязаны нашим предкам, которые позволили собирать хлеб на мирной земле. Поэтому первое, что мы сделаем в этот главный день хлеборобов – это осветим хлеб нового урожая все вместе, всеми районами Гродненской области, на священном для всех мостовчан месте. У нас еще и будет хлебная карта Гродненской области. То есть хлеб разный мы увидим. И как бы мы не привыкли к этому слову «хлеб», наверное, все многообразие мы даже себе не представляем. Гастрономический фестиваль, различные фото, локации и выставки, развлекательные игровые площадки. Увлечение по душе на главном областном осеннем фесте найдет абсолютно каждый. Фишка нынешнего – в городе развернутся подворья, на которых время повернут спять. Нам, хозяевам, мостовскому району досталась тема и период 1997 года – республиканские дожинки, которые проходили у нас на территории нашего города с участием главы государства, президента Александра Григорьевича Лукашенко. Соответственно, тема нашего подворья будет посвящена этой теме. У нас сохранились очень интересные экспонаты, фотохроника тех событий. Ну и театрально, тематически мы постараемся всех вернуть в то время. Задумана машина времени. Завершатся дожинки в мостах концертом группы «Корни». Вечером небо над мостами раскрасит праздничный фейерверк, после которого жителей и гостей города ожидает дискотека. Капитолин Занкевич и Иван Мозго. Первый информационный.